Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим классическую позицию и в русских, и в бразильских шашках, незнание которой не прощается. Вот она, эта знаменитая позиция. Она часто возникает из гамбитных позиций. И здесь важное отличие именно в русских и в бразильских шашках. Если мы играем в русскую версию, тогда в этой позиции надо играть именно ЕФ4. А вот ход ЖФ4 уже проигрывает. То есть после ЖФ4 черные просто повторяют ходы белых, так скажем, обезьянничают и легко выигрывают. Ну и в этой позиции возможно два хода, ФГ5 и ЦД4. Давайте рассмотрим оба. Если ФГ5, тогда снова повторяем ходы. Если ЕФ4, тогда ДЦ5. Ну и белым, видите, некуда ходить, можно сдаться. Если ЕД4, тогда снова повторяем ход. ДЕ5 и опять белым некуда ходить, остается только сдаться. То есть если в этой позиции не играть ФГ5, а сыграть ЦД4, тогда черные выиграют уже вот таким образом. Проводим размен 2х2, так называемый удар по затылку. Ну и белые проигрывают за счет своих отсталых бортовых шашек А6 и А4. То есть возможно следующее продолжение. ЦД2, АБ6, ДЦ3. И здесь важно черным запомнить, что она разменяться. Размениваются они таким образом и легко выигрывают. Если ЦД4, тогда снова размен. Ну и оппозиция в пользу черных, остается только сдаться. Поэтому играют белые ЕФ4. Тогда играем БА5 и надо жертвовать белым шашку. То есть после нападения черные отходят, белые жертвуют шашку и играют АЖ5. Еще надеются на ничью. Но у черных шашка ведь лишняя. Как говорится, мы не жадные. Напали, белые отошли. Отжертвовали обратно лишнюю шашку и сыграли АБ4. Ход белых и им остается только сдаться. А позиция не в их пользу. То есть в этой позиции в начальной надо играть именно ЕФ4. Только этот ход идет к ничьей. Остальное уже проигрывает. Тогда черные играют БЦ5 и белым надо играть ДЕ3. И черные нападают, белые отходят, СД4. Ну здесь возможны два варианта. Если черные меняются назад, тогда играем ЕД4 и грозим провести комбинацию ДЕ5 и СБ2. Обратите внимание, что СБ6 здесь уже за черных даже проигрывает. То есть проводим комбинацию ДЕ5 и СБ2. Отдаем три шашки и снимаем целых 5 единиц соперника. Такой симпатичный выигрыш. Ну понятно, что на такой удар могут попасться только новички или любители. Естественно, черные играют СД6 в этой позиции. Ну и здесь уже комбинация только ничейная. То есть ДЕ5 и СБ2. И видите, черные успевают пройти в дамки. Сильнейший вариант здесь такой. Играем БА3. Белые нападают. Ну если черные отходят, тогда фиксируем. Дамку на С3 не даем черным пройти в дамки. Черные, допустим, играют ДЦ5. Размениваемся. Ну и черные жертвуют лишнюю шашку и также прорываются в дамки с ничьей. Если же после нападения черные закроются, тогда уходим на поле H8. Ну и после хода АБ2. Отдаем одну шашку, забираем две и также ничья. Это была русская версия. Давайте теперь рассмотрим бразильскую версию. А как же играть в этой позиции в бразильские шашки? Здесь все с точностью да наоборот. То есть в русской версии мы играли ЕФ4. А в бразильской здесь наоборот надо играть только ЖФ4. Недавно играл в турнире по бразильским шашкам. Ну и помнил совет девятикратного чемпиона мира Сергея Белошеева. Он советовал играть в этой позиции именно ЖФ4. А я по инерции сыграл как в русских шашках. ЕФ4. И проиграл. Как это произошло? Черные сыграли БЦ5. Я играю ДЕ3. СБ4. СД4. Черные меняются назад. Я играю ЕД4. Ну и после хода ЕД6 я с ужасом понимаю, что я проиграл. То есть в бразильские шашки удар-то уже не проходит. После ДЕ5 и ЦБ2 черные бьют на поле Ц1. И только следующим ходом бьют на поле Ж5. А темпа для поимки дамки черных у меня нет. То есть видите, а если играть ДЦ5, тогда черные просто сыграют БЦ3. Ну нельзя отойти, потому что черные отдадут одну шашку и заберут две. Друзья, так и проиграл я ту злополучную партию. Причем похоже любителю. Так что друзья, дураки учатся на собственных ошибках, а умные на чужих. Не будьте дураковым. Учитесь на чужих ошибках. То есть на моих. А в этой позиции, друзья, в бразильские шашки надо играть именно ЖФ4. Не боясь симметрии. То есть мы играем затем после БЦ5, ФЖ5. И на ход СБ4 как раз здесь уже выстреливает правила из бразильских шашек. То есть надо после хода АЖ7 бить большинство черным. Одну шашку бить нельзя. Надо бить две по правилам. Ну черные еще думают, что выиграют. То есть ДЕ5, ЖА6 и именно ход ЕД6. Остальные ходы, там шансов на выигрыш нет. То есть белые пожертвуют шашку, сыграют АЖ7. Черные сыграют АЖ3. И видите, дамку ставить белым нельзя никуда. То есть на Ф8 она тут же будет поймана. А если на АЖ8, то дамка белых попадает в так называемый переплет. Вот черные делают тихий ход ЖА6 и затем нападают на дамку ходом АЖ1. И видите, белым никуда не скрыться. То есть если сюда отошли, отдали так шашку, побили дамку. А если белые уходят по большой дороге, тогда отдаем в эту сторону. И черные легко выигрывают. Ну что спросите вы? Черные выигрывают в этой позиции все-таки? Так да не так. В этой позиции снова действуют правила из бразильских шашек. То есть после хода черных АЖ3 не надо ставить дамку, надо сыграть именно ЦБ2. Трудно находимый ход. И согласно правилам бразильских шашек надо бить две шашки. И шашка остается только шашкой, не превращается в дамку. То есть в русских шашках мы бы поставили дамку и тут же бы побили на А6 и Ф8. И легко выиграли. А в бразильских шашках удар происходит вот таким образом. Ну и здесь можно поставить дамку и на А8 и на Ф8. Можете запомнить один вариант. Ставим на Ф8 допустим. И бьем именно шашку Е7. Шашку Д6 бить нельзя. Эта позиция будет проиграна. То есть если мы побьем таким образом, черные поставят дамку на поле Е1 и выиграют за счет обладания большой дорогой. То есть видите, тут надо побить аккуратно. То есть бьем именно вот таким образом. И здесь уже ничья становится очевидной. Шашку Е5 сдвигать бесполезно. То есть если сюда или сюда пойдем, белые просто сыграют на поле Ф6 и займут большую дорогу. Поэтому надо играть либо АБ4, ну тогда нападаем с поля Е1 дамкой. Надо отходить. Затем с поля С3 надо отходить. И белые захватывают большую дорогу с ничьей. Если же черные в этой позиции играют Е2, тогда снова нападаем на шашку черных. Надо отходить. Нападаем затем на шашку Е5 черных. И добиваемся ничьей. Вот такая поучительная позиция. Если вам понравилось данное видео, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии и задавайте вопросы. Друзья, до свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной доске. Субтитры создавал DimaTorzok